100% гарантия надежности сделок. Жилфонд. Полная финансовая ответственность за проведенные сделки с недвижимостью. Агентство недвижимости Жилфонд. 201-00-01. Здравствуйте, в эфире Квадратура, программа о недвижимости. Год наступивший мы встречаем полными сил и преисполненными амбициозных планов, и чтобы поступательное движение по жизни было осмысленным, весьма полезно подвести итоги и сделать анализ года прошедшего. Сегодня мы с вами увидим все самое-самое дорогое и дешевое в разных сегментах недвижимости Новосибирска за 2010 год, а также узнаем прогноз на год грядущий. Наш годичный прогноз цен на рынке жилья полностью оправдался. Первые полгода было плавное снижение, а начиная с июля стала заметна положительная динамика средних цен на рынке, которая продолжалась до конца 2010 года. В ноябре средневзвешенная цена квадрата на вторичном рынке превысила 50 тысяч. То есть рост цен во втором полугодии компенсировал снижение начала года. По прогнозам, в ближайшее время ситуация резко меняться не будет. Для зрителей, которые любят конкретные цифры настолько, что смотрят нашу программу с ручкой и бумагой, прямо сейчас озвучу информацию из рубрики «Самое-самое». То есть приведу примеры квартир, выделяющихся в своем классе самой высокой и самой низкой ценой. Начнем с однокомнатных, а именно они в 2010 году, как впрочем и всегда, пользовались наибольшим спросом. Самая дорогая однокомнатная за 7 миллионов рублей в центральном районе в новом доме на улице семьи Шемшаных. Самая дешевая однокомнатная находится в районе площади Кирова, стоит 1 миллион 270 тысяч рублей. Среди двухкомнатных квартир одна из самых дорогих находится в новом кирпичном доме рядом с ГПНТБ. В квартире качественный и красивый ремонт, стоимость 6 миллионов рублей. Самая дешевая двушка находится на улице Нивельского, стоимость 1 миллион 520 тысяч рублей. Среди трехкомнатных дорогих можно выделить элитную квартиру за 15 миллионов рублей. в новом доме на улице Ломоносова, где, собственно, сейчас я и нахожусь. Дизайн интерьера авторский, вся мебель и техника известных европейских производителей. В общем, сами видите, какое здесь великолепие. Самая дешевая из многокомнатных – это трехкомнатная на микрорайоне Юбилейном за 1 миллион 850 тысяч рублей. В своеобразном рейтинге среди продаваемых квартир можно выделить самую красивую. Победителем в этой номинации стала шикарная квартира в жилом комплексе Александровский сад. В комментариях специалиста агентства недвижимости «Жилфонд» Натальи Щугаревой. Профессионалы рынка недвижимости сталкиваются с самыми разными вариантами квартир. Но попадаются действительно эксклюзивные, в которых сочетаются и красивый интерьер, и целый набор потребительских качеств. Судите сами. В новом кирпичном доме на улице Сибирская красивая трехкомнатная квартира. Интерьер сделан по индивидуальному дизайнерскому проекту, изюминкой которого являются витражи из кусочков натурального стекла в виде экзотических орнаментов. В этой квартире удачно сочетаются домашняя теплота, изысканность и функциональность. Ее стоимость 12 миллионов 200 тысяч рублей. Ситуацию с квартирами обрисовали. Перейдем к другим позициям рынка. Итак, загородная недвижимость. Самый дорогой коттедж за 85 миллионов рублей в престижном статусном поселке в Зайльцовском бару. Отдельно выстроенный просторный гараж на 5-6 автомобилей. Шикарная баня. Одним из самых дешевых предложений по индивидуальному жилью можно назвать дом на улице Гуревская. В шаговой доступности от метро Речной вокзал. Стоимость 1 миллион рублей. Не обойдем мы вниманием и рынок строящегося жилья. На эту тему комментарий руководителя отдела агентства недвижимости «Жилфонд» Сергея Ежака. В сегменте новостроек в 2010 году произошли изменения в лучшую сторону. Динамика строительства объектов увеличилась. Возросла покупательская активность. Сейчас самая низкая стоимость квадрата в новостройках на МЖК от 22 тысяч рублей. Еще одним привлекательным объектом, в котором квартиры уходят буквально как горячие пирожки, является добротный 16-этажный кирпичный дом на улице Комсомольская. Рядом школы, детские сады, парк Бугринская роща. Здесь стоимость квадрата порядка 30 тысяч рублей. Самая дорогая новостройка в центре на улице Советская. 70 тысяч рублей за квадратный метр. Это элитный кирпичный дом. В нем всего 48 квартир. Прогнозируя ситуацию на будущее, можно сказать, что интерес у покупателей к новостройкам будет расти. Проанализировав итоги 2010 года, большинство экспертов склонны делать оптимистичный прогноз на год наступивший, не сулящий особых потрясений на рынке недвижимости. Такое состояние рынка всегда было лучшим временем для решения жилищных вопросов, чего мы вам и желаем. На сегодня все. Всего доброго. Увидимся через неделю. Агентство недвижимости Жилфонд 201-00-01 Полная финансовая ответственность за проведенные сделки с недвижимостью. Жилфонд